Молодая женщина была высока ростом. Ее сильная фигура дышала безупречным изяществом. В густых, темных и блестящих волосах искрились солнечные лучи, а лицо, помимо правильности черт и яркости красок, отличалось выразительностью благодаря четким очертаниям лба и глубоким черным глазам. И никогда Эстер Прин не казалась более аристократичной, чем в ту минуту, когда она выходила из тюрьмы. Люди, встречавшиеся с нею раньше и ожидавшие увидеть ее подавленной, омрачненной, нависшими над ее головой зловещими тучами, были поражены и даже потрясены тем, как засияла ее красота в ореоле несчастья и позора. Точкой, приковавшей к себе глаза толпы, была фантастически разукрашенная и расцвеченная алая буква. В ней, словно скрывались какие-то чары, которые, отторгнув Эстер Прин, от остальных людей замкнули ее в особом кругу. В 1851 году писатель Натаниэль Готтерн был вынужден покинуть родной город Салем. Причиной послужил гнев соседей, обрушившийся на него из-за скандальной книги. Готтерн не только осмелился описать любовь замужней женщины к постороннему мужчине, но и встал на ее сторону, раскритиковав пуританскую мораль. Краеугольный камень американской литературы, алая буква, роман и экранизации. Алая буква стала первой американской книгой, получившей известность в Европе. Никого не оставляла равнодушной, судьба Эстер Прин, чья любовь была наказана ханжеским обществом. Героиня, даже прикованная к позорному столбу с меткой «а» а дюльтер на груди, не отрекается от чувств и с вызовом смотрит на своих судей. Для книги Готтерн придумал оригинальный ход. В прологе автор заявляет, что нашел рукопись книги, работая на таможне. Характерно, что писатель родился и жил именно в Салеме, городе, где в 17 веке прошел знаменитый видовской процесс. Были казнены 19 женщин, обвиненных соседями в колдовстве. Потомки тех обвинителей не простили Готтерну свободолюбие и выпад против правил их уютного мерка. Общество ополчилось на писателя за критику семейных ценностей. Священники говорили, что место этой грязной книжонки в борделе. Невинная по современным меркам, романтическая и сатирическая история была названа омерзительной и амурной. Последовали требования переписать финал и выставить героиню в негативном свете, естественно, проигнорированные Готтерном. В России роман был запрещен лично Николаем I. В 60-е, уже 20 века, христианские организации потребовали убрать книгу из школьной программы. В 82-м родитель ученика из Огая заявил, что его ребенок не будет читать Пасквиль о прелюбодеянии. Школьный совет отклонил требования изъять книгу. Даже сегодня реакционная и традиционалистская критика не может простить Готтерну выпад против морали. Волнующая история запретной любви от классика американской литературы привлекала режиссеров со времен становления кинематографа. С 1908 по 1922 вышло пять короткометражных лент. На сегодняшний день существует пять полнометражных экранизаций и мини-сериал 79-го года. Мы поговорим о самых интересных адаптациях Готтерна. Картину 1926 года снял шведский эмигрант Виктор Шострюм, один из сильнейших режиссеров 20-х годов. На его счету жемчужина немого кино «Ветер». Клеймо прелюбодеяния носит легендарная актриса Лилиан Гиш, в 1971 году получившая почетную премию «Оскар». Шострюм использует сюжет книги, чтобы поговорить о лживом благочестии и двойной морали пуритан, о людях, прикрывающих свои грехи Библией, свое лицемерие, законом. Фильм великолепно снят и удерживает в напряжении даже спустя 90 лет. Эта драма высочайшей пробы. Гиш изумительно вжилась в роль Эстер. Посмотрите на эти глаза. Если вы хотите для разнообразия или ознакомления прикоснуться к немому кино, рекомендую «Алую букву» 26-го года, да и вообще любой фильм Шострюма. Опыт сложный, но впечатляющий. В 1972-м к роману «Аллегории» обращается немецкий экспериментатор Вим Вендерс. 27-летний режиссер пока что находится в поисках собственного стиля. Уже год спустя выйдет прекрасная и медитативная «Алиса в городах». Алая буква Вендерса – неторопливый фильм, в котором за внешним спокойствием клокочет ярость. Сценарист перекроил книгу, но сохранил ее удушливую атмосферу. Рассказав типично американскую историю, Вендерс раскритиковал своих немецких святош. Он играет цветами, противопоставляя красный, цвет крови и жизни, цвет клейма Эстер, траурному цвету сутан на угрюмых судьях. Чарующие и пугающие одновременно пейзажи дополняют фильм. Оператор Робби Мюллер впоследствии поработает с Ларсом фон Триером и Джимом Джармушем. Алая буква 72-го является лучшей экранизацией Готорна. Гестер Клин, твоя душа должна наконец обрести мир и покой. Назови нам имя человека, с которым ты согрешила. Не молчи во имя жалости или любви к нему. Признайся, и пусть твой ребенок обретет отца. Своим молчанием ты не поможешь ему. Кто знает, может сейчас он стоит среди нас и смотрит нам все это зрелище. Видит Бог, он должен стоять там. Его обязательно найдут. Придай нашему праведному суду того, у которого не достает смелости признаться. Моя дочь обретет отца на небесах. Лучшей, но не самой известной. Таковой, пожалуй, можно считать последнюю на сегодняшний день версию Алой Буквы. Историческую драму 95-го года. Губернатор, позвольте представить вам женщину, которая разделила тяготы нашего путешествия. Госпожу Эстер Прин. Прошу простить мне грубость моих рук, госпожа, но здесь, в колонии, трудиться должен каждый. Я готова к труду, губернатор. Как сказано в 92-м псалме, я восхищаюсь делами рук твоих. Дочь моя, ты знаешь священное писание? Я изучала оба завета. Мой супруг учил меня. Советую вам отдохнуть, преподобный Чиво, а потом я все вам покажу. Так значит, вы госпожа Прин? Да. Зовите меня просто Эстер. Добро пожаловать, Эстер. Как бы мне хотелось быть здесь в то время, когда сюда пришли первые колонисты. У фильма были все шансы на успех. Пятидесятимиллионный бюджет, шикарные локации, известные актеры. Любовный треугольник состоит из Гэри Олдмана, Дэми Мур и Роберта Дюваля. Не прошли кастинг Энтони Хопкинс и Ричард Гир. Режиссерское кресло занял специалист по дорогим историческим полотнам, неоднократно номинировавшийся на Оскар Роланджо Фен, автор миссии с Робертом Де Ниро и полей смерти с Джоном Малковичем. Музыку написал Энио Морриконе. Но затраты не оправдали себя. Фильм получился излишне гламурным, не в пример той же миссии. А измененный сценаристами финал был высмеян критикой за мелодраматизацию. Дорогая голливудская слезовыжималка с треском провалилась в прокате. Дэми Мур, самая высокооплачиваемая актриса середины 90-х, чуть не отхватила золотую малину за худшую женскую роль. Фильм получил антипремию в номинации «Худший ремейк». MTV же номинировала ту же Мур на премию «Самая желанная женщина года». Мне очень понравилась ваша проповедь. Очень редко встретишь молодого человека, который бы говорил с такой силой и страстью. Да, сегодня на меня снизошло вдохновение. Этот молодой священник, он такой... Красивый? Просто я могу видеть то, что другие не могут. Я понимаю, что творится в сердцах у людей. Да поможет мне Бог, Эстер. Я люблю тебя. Ты поможет мне Бог, я тоже тебя люблю. Дитя моё, ты признаёшь, что согрешила? Кто его отец? Если вы не назовёте его имя, то будете всю жизнь носить вот этот символ вашего позора. У нашего зрителя фильм, впрочем, пользовался большим успехом и был хитом видеопроката. Немое кино, дорогая голливудская мелодрама или неторопливый фильм эстета Вендерса – выбор предоставляется зрителю. И пока в обществе существуют ханжества и двойные стандарты, гуманистический протест Натаниэля Готарна будет актуален.